Состояние пациентов, как вы понимаете, оно разнится. Большинство, конечно, пациентов, которые заболели этой инфекцией, она протекает в легкой форме. Какая-то часть средне тяжелая, но есть тревожные пациенты, которые требуют реанимационной помощи, поддержки. В настоящее время более 3700 человек у нас прошло по республике с данным заболеванием. Это заболевание на слуху, это пандемическое заболевание. То есть, другими словами, что многие континенты, большое количество стран задействовано. И, естественно, подготовка велась давно достаточно. Дело в том, что врачи самых разных специальностей вынуждены столкнуться с инфекцией. Созданы мобильные такие группы специалистов, которые оказывают помощь просто-напросто. Где-то подсказывая, чтобы стационары улучшили и усилили данное направление. Я имею в виду инфекционное направление. Ведь оно требует определенных эпидемиологических действий. Оно требует определенной специфики в своей работе. Заболевание это может быть еще и не так идеально известно, как нам бы этого хотелось. Но уже много информации накоплено, в том числе и клинической информации. И, конечно, она должна быть донесена до специалистов и до врачей самых разных специальностей. Особенно важны здесь меры лечебные. Естественно, меры профилактические. А также интенсивная терапия, потому что ряд пациентов в ней нуждается. И поэтому, как правило, ездят врачи-инфекционисты. Ездят люди, отвечающие за санитарно-противоэкадемический режим. Реаниматологи, которые оказывают консультативную помощь на местах. И, может быть, проговаривают определенные аспекты, специфичные для ведения тяжелых пациентов с данной патологией. Нагрузка, конечно, возросла. И всегда говорят, что инфекционисты являются на первой линии. Но мне бы хотелось сказать о том, что кроме первой линии, есть еще и, как говорится, острие, правда? И вот этот момент очень важный. Мы всегда помним и всегда стараемся оказать соответствующую помощь и лечебную, и методическую, и консультативную тем докторам и тем медсестрам, которые сейчас, в настоящее время, оказывают помощь данной группе пациентов. Поверьте мне, иногда эта задача достаточно сложная. И, соответственно, мы всегда помним о том, что они являются как раз тем самым главным, первым длинным, которая для нас чрезвычайно важна и которая в настоящее время является самой-самой-самой передовой. И, соответственно, она должна нуждаться и в защитных мероприятиях, и в методическом базисе. Пока такую помощь мы им оказываем, и они действительно справляются с теми обязанностями, которые выполняют. Помощь, которая оказывается в том числе в больнице скорой помощи, в которой мы сейчас находимся, она продолжается. Это помощь. Квалифицированная очень, специализированная. И, соответственно, мы сегодня провели здесь вообще-то длительное время, посещали пациентов. Это то время, которое требует какого-то, может быть, большего напряжения, но которое как бы не является для нас уж что ли необычным, потому что многократно сталкивались с разными ситуациями. В настоящее время, конечно, ситуация достаточно сложная. Она сложная по всему миру, но мы к ней готовы.